Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я решила полистать декабрьский Vogue 2013 года и подумать вообще, что с ним делать дальше на обложке Марина Линчук, соответственно, русский Vogue и вообще поговорить, как работает глянцевая реклама. Кстати, Верушка, всемирно известная топ-модель, одна из самых крутых топ-моделей в мире. Кто-то из великих фотографов ей сказал, вот мы тут так работаем, все так безумно красиво, а это потом все равно все в итоге окажется на помойке. Так вот, как работает глянцевая реклама, мои дорогие. Значит, я подзапала на вот этот аромат, когда была тут в Литуале недавно. Это интенс. Парфюмчик такой. Парфюм интенс, Дольче Габбана. Скромный и со вкусом. И сейчас мы еще с вами посмотрим тут, что еще из запавшего в 2013 году мне в душу. Кстати, вот маникюр сделанный по той же технологии, что я показывала. Я оставлю вот здесь вот ссылочку, как сделать такой маникюр, только это другой лак. Используется и тут несколько глиттеров. Так, давайте посмотрим тут. Вообще преимущество глянца это то, что можно вот понюхать, помазать, попробовать. Все это на себе благополучно. Я, кстати, вот по пробнику в ВОГе выбрала себе Кензелетту. Он где-то был тоже в одном из ВОГов, и я. Вы летаете журнальчик. Ни о чем не подозреваю. В то время, как увидев фотографии, на вас обрушивается красивых фотографий, таких прекрасных разъясняющих статей. На вас обрушивается энное количество. То есть у нас в центре продавались вот такие принты. То есть можно было покупать и шить. Нечто подобное. Так, что еще? Бриллианты, золото-бриллианты. Все красиво. Навязываемая роскошь. Навязываемая, насаждаемая через глянец. Красота, стереотипы. Вообще вся вот эта легенда про красивую жизнь. А вот, кстати, лицо, аромат Кельвин Кляйн Бьюти. Девушку зовут. Ой, как же ее зовут-то? Е-мое. Елену прекрасно. Она играла в трое. Она играла в бесславных ублюдках. Там вот эту актрису, которая очень плохо закончила свою жизнь. Но с Дианой Крюгер. Ну, как же без этого-то? Как же без нашего всего? В общем, да. Вот так это и работает. Вот так происходит узнавание. Вот так происходит то, о чем вы не подозреваете. То есть, встали журнальчик, и у вас в голове неплохо-неплохо. Саша Луз. Так. Что у нас тут еще? Да, вот. Надо оно вам, не надо. Вот эта информация, она оседает в голове. Хотите вы этого или не хотите? Но мне вот всегда как бы притела вот такая вот тема. Потому что с точки зрения концепции, да, она запоминающаяся, но это, знаете, вообще какой-то детский сад 8 марта. Кто у нас тут? Джима Ворд? Тынь-тынь, Версайчи. Версайчи. Как сказали в фильме. Прикольно, кстати, очень фильм. Шелгел. Дальше листаем. Великая Кейт. Нашла в сети фильм потрясающий совершенно, там, чуть ли не автобиографический. Не автобиографический, а там, со слов ее агентов. Шторми. Лицо Мэйбелин долгие годы. Ну, тут такие искажения, ну, как вот, вот так снимать. Не знаю. Не хочу, не так назвать. Не ради этого вообще затевалась, не ради этого все. Так вот, навязываемая моя роскошь. Дикой орхидеи. Не хватило на лицо модели. Ха-ха-ха-ха-ха. Капец, приехали. Я-то понимаю, что они, как вообще такое все получается. Ну, тут типа, как будто бы, значит, мужские сны. Ага, конечно. Видимо, как-то все печально. Ну, это модель в маске, судя по всему. Дикой орхидеи, видимо, решила, что она делает топ-звезд. И решила, как бы, вообще избавиться от такого ненужного понятия, как лицо. Хотя, на самом деле, именно лицо и цепляет. Тоже, как бы, жирная единица с минусом их рекламному отделу. Ну, ковали, все красиво. Да. Божжур. Опять. Ну, вот обратите внимание, что они очень часто приглашают рекламу звезд. Бабочки, бабочки, бабочки. Кстати, тоже люблю эту тему. Именно такая тема однодневок. Ну, тут тоже, как бы, видимо, на лице не хватило. Пошла такая темка, что не хватило на лицо. Цепляет всегда лицо, цепляет образ, цепляет какой-то, как сказать, нравится-не нравится вот этот принцип. То есть, безликие модели или модель, где кошечка вместо лица. на что они надеются, я не знаю. Вообще, на самом деле, бренды продвигают таким образом свой товар. Тоже не хватает на модели. кое-кому. То есть, мы-то это, как бы, понимаем, а... Ну, мы кто? Я работала в рекламе с 98-го года, в профессиональной. И, скажу вам по секрету, что, глядя на рекламу, можно очень много вообще рассказать о бренде. поэтому смотрите, что они придумывают и как, как это все происходит. Боже мой, здесь даже пробник. Какая прелесть. Я, кстати, лично знакома с ее материнкой из Эстонии. если мы... мое видео вот это вот будет смотреть Тони Вейлер, который приезжал к нам с кастингом, по-моему, если не ошибаюсь, в 2008 году и передаю огромнейший приветик. Вот он нашел Кармен на улице. А мы сейчас затестим аромат. Если от него что-то осталось... Нет, не мое, мне вообще не нравится. Вот уж где реально бабушкин сундучок, так это вот этот вот аромат. Вообще никогда не обращала на него внимания. Нарцисс Родригес. Нет, нет, это не мое. Ну, в смысле, как бы он, но это не мое. Так вот, учимся читать рекламу, девочки и мальчики. 15 раз думаем, прежде чем выбросить глянец на помойку. Кстати, по глянцу можно смотреть именно развитие бренда того или иного. Ну, и вот она навязываемая роскошь, что круто это вот так, дорого-богато. Вот это круто. Круку сити. и так далее. Сейчас мы его с вами взяли ставим. Снова опять сюда. Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная. стиле макияжа это в основном то, что меня привлекает. Вот они, золотые бровушки, которые все никак не приживутся на рынке. Дульчи все же она не меняется. Или это старые фотографии используют, я не знаю. Ну, и тут пошли разъяснялочки, пошли всякие такие. Тоже опять же в ненавязчивой форме. Ой, так, тут надо будет ставить 18+. все по-взрослому. Да, это вам не хохра-мухра. Очень все круто. Ну, и так же вот новые тенденции, так же новые силуэты. Белая Королева. И тут еще какая-то королева. Мне нравится вот такой стиль. Я, во-первых, обожаю просто дневной свет на съемках. Это просто сказка. Люблю его. То, как нарисует дневной свет, так не нарисует он потом ни одна вспышка, ни один постановочный я там глубоко уверена. Вот ради, конечно, таких чудесных фотографий можно покупать это. Но этого здесь, как видите, очень-очень немного. Кстати, вот такие всякие винтажные сундучки у нас продаются в фестивале там в цокольном этаже дел с подарками. Там ценник 5, 9, 10. Я все хожу на них смотрю и облизываюсь. И комодики там были тоже классные по 9, но там даже уже просто отстояние в торговом зале там у некоторых уже красочка облупилась. Если производитель этих белых комодиков для косметики, для всяких женских штучек, ну и тут уже значит аппараты, бла-бла-бла, ну это все как принято. Давайте попадем в фотоотчет, называть адреса и соответственно телефоны. в 13-м году я вообще себе голову таким не забивала, даже не знала, кто этот человек, если честно. Ну теперь я знаю. Ну вот, пробежались мы по глянцевому миру, наткнулись случайно, да, на пробничек с моделью из Эстонии, супермоделью, и больше здесь пробников нет. Будем искать другие журналы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому